Глава седьмая. Страшные известия о Бородинском сражении, о наших потерях убитыми и ранеными, а еще более страшные известия о потере Москвы, были получены в Воронеже в половине сентября. Княжна Марья, узнав только из газет о ранне брата и не имея о нем никаких определенных сведений, собралась ехать отыскивать князя Андрея, как слышал Николай. Сам же он не видал ее. Получив известия о Бородинском сражении и об оставлении Москвы, Ростов не то чтобы испытывал отчаяние, злобу или месть и тому подобные чувства. Но ему вдруг стало скучно, досадно в Воронеже, все как-то совестно и неловко. Ему казались притворными все разговоры, которые он слышал. Он не знал, как судить про все это и чувствовал, что только в полку все ему опять станет ясно. Он торопился окончанием покупки лошадей и часто несправедливо приходил в горячность своим слугой и вахмистром. Несколько дней перед отъездом Ростова в соборе было назначено молебствие по случаю победы, одержанной русскими войсками. И Николай поехал к обедни. Он стал несколько позади губернатора и с служебной степенностью, размышляя о самых разнообразных предметах, выстоял службу. Когда молебствие кончилось, губернаторша подозвала его к себе. — Ты видел княжну? — сказала она головой, указывая на даму в черном, стоявшую за клиросом. Николай тотчас же узнал княжну Марью не столько по профилю ее, который виднелся из-за шляпы, сколько по тому чувству осторожности, страха и жалости, которое тотчас же охватило его. Княжна Марья, очевидно погруженная в свои мысли, делала последние кресты перед выходом из церкви. Николай с удивлением смотрел на ее лицо. Это было то же лицо, которое он видел прежде. То же было в нем общее выражение тонкой, внутренней, духовной работы. Но теперь оно было совершенно иначе освящено. Трогательное выражение печали, мольбы и надежды было на нем. Как и прежде бывало с Николаем, в ее присутствии он, не дожидаясь совета губернаторши подойти к ней, не спрашивая себя, хорошо ли, прилично ли или нет, будет его обращение к ней здесь, в церкви, подошел к ней и сказал, что он слышал о ее горе и всей душой соболезнуют ему. Едва только она услышала его голос, как вдруг яркий свет загорелся в ее лице, освещая в одно и то же время и печаль ее, и радость. — Я одно хотел вам сказать, княжна, — сказал Ростов. — Это то, что ежели бы князь Андрей Николаевич не был бы жив, то как полковой командир в газетах это сейчас было бы объявлено. Княжна смотрела на него, не понимая его слов, но радуясь выражению сочувствующего страдания, которое было в его лице. — И я столько примеров знаю, что рано осколком в газетах сказано гранатой, бывает или смертельное сейчас же, или, напротив, очень легкое, — говорил Николай. — Надо надеяться на лучшее, и я уверен, княжна Марья перебила его. — О, это было бы так ужа! Начала она, и, не договорив от волнения, грациозным движением, как и все, что она делала при нем, наклонив голову и благодарно взглянув на него, пошла за теткой. Вечером этого дня Николай никуда не поехал в гости и остался дома, с тем, чтобы покончить некоторые счеты с продавцами лошадей. Когда он кончил дела, было уже поздно, чтобы ехать куда-нибудь, но было еще рано, чтобы ложиться спать. И Николай долго один ходил взад и вперед по комнате, обдумывая свою жизнь, что с ним редко случалось. Княжна Марья произвела на него приятные впечатления под Смоленском. То, что он встретил ее тогда в таких особенных условиях, и то, что именно на нее одно время его мать указывала ему как на богатую партию, сделали то, что он обратил на нее особенное внимание. В Воронеже во время его посещения впечатление это было не только приятное, но сильное. Николай был поражен той особенной нравственной красотой, которую он в этот раз заметил в ней. Однако он собирался уезжать, и ему в голову не приходило пожалеть о том, что, уезжая из Воронежа, он лишается случая видеть княжну. Но нынешняя встреча с княжной Марией в церкви, Николай чувствовал это, засела ему глубже в сердце, чем он это предвидел, и глубже, чем он желал для своего спокойствия. Это бледное, тонкое и печальное лицо, этот лучистый взгляд, эти тихие и грациозные движения, и, главное, эта глубокая и нежная печаль, выражавшаяся во всех чертах ее, тревожили его и требовали его участия. В мужчинах Ростов терпеть не мог видеть выражение высшей духовной жизни. Оттого он не любил князя Андрея. Он презрительно называл это философией, мечтательностью. Но княжне Марией, именно в этой печали, выказывавшей всю глубину этого чуждого для Николая духовного мира, он чувствовал неотразимую привлекательность. Чудное должно быть девушка. Вот именно, ангел, говорил он сам собою. «Отчего я не свободен? Отчего я поторопился с Соней?» И невольно ему представилось сравнение между двумя. Бедность в одной и богатство в другой тех духовных даров, которых не имел Николай, и которые потому он так высоко ценил. Он попробовал себе представить, что бы было, если б он был свободен. Каким образом он сделал бы ей предложение, и она стала бы его женою? Нет, он не мог себе представить этого. Ему делалось жутко, и никакие ясные образы не представлялись ему. С Соней он давно уже составил себе будущую картину, и все это было просто и ясно именно потому, что все это было выдумано, и он знал все, что было в Соне. Но с княжной Марьей нельзя было себе представить будущее жизни, потому что он не понимал ее, а только любил. Мечтания о Соне имели в себе что-то веселое, игрушечное, но думать о княжне Марье всегда было трудно и немного страшно. Вот она молилась, вспомнил он. Видно было, вся душа ее была в молитве. Да, это та молитва, которая сдвигает горы, и я уверен, что молитва ее будет исполнена. Отчего я не молюсь о том, что мне нужно, вспомнил он. Что мне нужно? Свободы, развязки с Соней. Она правду говорила, вспомнил он слова губернаторши. Кроме несчастья, ничего не будет из того, что я женюсь на ней. Путаница, горе, мама, дела, путаница, страшная путаница. Да я и не люблю ее. Да, не так люблю, как надо. Боже мой, выведи меня из этого ужасного, безвыходного положения. Начал он вдруг молиться. Да, молитва сдвинет гору, но надо верить и не так молиться, как мы детьми молились с Наташей о том, чтобы снег сделался с сахаром, и выбегали на двор пробовать, делается ли снегу сахар. Нет, но я не о пустяках молюсь теперь, сказал он, ставя в угол трубку и сложив руки, становясь перед образом. И, умиленный воспоминаниями о княжне Марье, он начал молиться так, как он давно не молился. Слезы у него были на глазах и в горле, когда в дверь вошел лаврушка с какими-то бумагами. — Дурак, что лезешь, когда тебя не спрашивают? — сказал Николай, быстро переменяя положение. — От губернатора, — заспанным голосом сказал лаврушка. — Курьер приехал. Письмо вам. — Ну, хорошо. Спасибо. Ступай. Николай взял два письма. Одно было от матери, другое от Сони. Он узнал их по почеркам и распечатал первое письмо Сони. Не успел он прочесть несколько строк, как лицо его побледнело, и глаза его, испуганные, радостно, раскрылись. — Нет, это не может быть, проговорил он вслух. Не в силах сидеть на месте, он с письмом в руках, читая его, стал ходить по комнате. Он пробежал письмо, потом прочел его раз, другой, и, подняв плечи и разведя руками, он остановился посреди комнаты с открытым ртом и остановившимися глазами. То, о чем он только что молился, с уверенностью, что Бог исполнит его молитву, было исполнено. Но Николай был удивлен этим так, как будто это было что-то необыкновенное, и как будто он никогда не ожидал этого, и как будто именно то, что это так быстро свершилось, доказывало то, что это происходило не от Бога, которого он просил, а от обыкновенной случайности. Тот, казавшийся неразрешимым узел, который связывал свободу Ростова, был разрешен этим неожиданным, как казалось Николаю, ничем не вызванным письмом Сони. Она писала, что последние несчастные обстоятельства, потери почти всего имущества Ростовых в Москве и не раз высказываемые желания графини о том, чтобы Николай женился на княжне Балконской, и его молчание и холодность за последнее время, все это вместе заставило ее решиться отречься от его обещаний и дать ему полную свободу. Мне слишком тяжело было думать, что я могу быть причиной горя или раздоров в семействе, которое меня облагодетельствовало. Писала она, и любовь моя имеет одною целью счастье тех, кого я люблю, и потому я умоляю вас, Николя, считать себя свободным и знать, что, несмотря ни на что, никто сильнее не может вас любить, как ваша Соня. Оба письма были из Троицы. Другое письмо было от графини. В письме этом описывались последние дни в Москве, выезд, пожар и погибель всего состояния. В письме этом, между прочим, графиня писала о том, что князь Андрей в числе раненых ехал вместе с ними. Положение его было очень опасно, но теперь доктор говорит, что есть большие надежды. Соня и Наташа, как сиделки, ухаживают за ним. С этим письмом на другой день Николай поехал к княжне Марии. Ни Николай, ни княжна Мария ни слова не сказали о том, что могли означать слова «Наташа ухаживает за ним». Но благодаря этому письму Николай вдруг сблизился с княжной в почти родственные отношения. На другой день Ростов проводил княжну Марию в Ярославль и через несколько дней сам уехал в полк. «Наташа» подминется «Наташа»